Планерное совещание началось с небольшого блока награждений. Почетные грамоты Министерства труда и соцзащиты России за многолетний добросовестный труд вручили Надежде Терентьевой, заместителю руководителя управления соцзащиты Анапы, а также Елене Федотовой, замдиректора Анапского центра социального обслуживания «Радуга». Серьезный вопрос осветила первый заместитель главы Анапы Светлана Яровая. Администрация города участвует в краевой программе по обеспечению коммуникациями земли для многодетных. На эти цели нашему городу выделено 50% от всего бюджета программы. Именно городу-курорту Анапе по данной программе около 100 миллионов рублей, точнее 96 миллионов рублей было выделено краем. При этом 153 земельных участка, предоставленных многодетным, будут обеспечены всеми видами инфраструктуры – дорог, то есть это свет, газ и вода. С сегодняшнего дня план график производства работы должен стать настольной книгой для руководителя Капстроя. Мэр Анапы предъявил неукоснительное требование – соблюдать качества и сроки. Ольга Борисовна, значит, на контроль используемые материалы. Не надо дороги, новые дороги, для многодетных отсыпать мурой марки 200. Значит, если заложено в смете марка 600, вот на контроль. Светлана Яровая отметила, уже готовятся документы на участие в программе будущего года, чтобы по максимуму обеспечить участки для многодетных и инфраструктурой. За три последних года их выделено свыше 900. Еще одна тема, нисходящая с повестки дня – придорожный сервис и сезонная торговля. Не нужны отчеты, сколько выявлено нарушителей. Нужен результат – требует Сергеев. Сложится он, если уже сегодня сформировать четкие требования к этой сфере – исследовать им. Я еще раз повторяю, я не подпишу постановление о таком количестве нестационарных торговых точек. Предпочтение нашим, предпочтение нашим производителям продукции, а не перекупщикам. И без конфликтные точки, где удобно всем – и отдыхающим, и предпринимателям. 1 октября завершится срок аренды муниципальной земли, выделенной в начале сезона 2015 года под сезонную торговлю и экскурсионки. Поручение муниципальному контролю и управлению имущественных отношений провести сверку и демонтировать все, на что нет договоров. Поручение муниципальному контролю и управлению имущественных отношений провести сверку и демонтировать все, на что нет договоров.